Доброе утречко, уважаемые любители рок-музыки! Ну вот, Волощук СД как хозяин большого поместья, приехал посмотреть, как тут все идет, не голодают ли мои животные, мои запасы корма будущие, моего корма и моей семьи. Пришел посмотреть, а одновременно проконтролировать, растут ли ягнятки. Вот те вот, помните, каракулевые, черненькие. И плюс, мы купили еще двух поросят, маленьких кабанчиков. Потому что одного кабана пришлось отправить на кухню, на нашу, где из него делают прекрасное сало, кровяночку, зельц и так далее и тому подобное. Поэтому, чтобы преемственность была производства продуктов, купили двух маленьких поросят. Все сейчас вам покажу. А сейчас пока идем смотреть ягнят, подросли или нет. Ну вот они, гляньте, в уголочке. Красавчики маленькие. Это тоже молодые еще, но те просто красавчики. Маленькие. Растут потихоньку, видите вам. Везу вкуснятину всякую нашим поросятам, курям, гусям и баранчикам. Но это больше поросятам. Любят они вот это дело, с картошечкой, с комбикормом, заваришь его. О, оторвать невозможно от корыта. Как наших политиков многих, от корыта оторвать тяжело. Как прикормиться, оторвать невозможно. Вот так и наши поросята. А теперь идем смотреть поросята. Мы их вот сюда поместили в тепло. Пока в тепло, потому что маленькие. Надо, чтобы подросли, окрепли. Пойдемте, гляньте. Вот они, красавчики. Пяточки такие, маленькие. Маленькие, но шустрые. Значит, будут хорошо расти, будут хорошо рубать. И будут потом радовать нас вкусным салом, смальцем, с кварками, коробянкой, зельцем и холодцом. А сейчас вкратце расскажу, чем мы их кормим. На этом этапе времени. В первую очередь. Вот эта картошечка мелкая. Которая для нас не очень удобна. Для готовки там нужно покрупнее. Там удобнее чистить. А сюда то, что надо? Помыл. Все. Поэтому вот здесь. Кипятим воду, туда картошку варим. Добавляем кукурузы молотой. И специального комбикорма. Все вместе это сюда. Оно заваривается. Замешиваем. Потом остывает. Горячее нельзя давать. И уже остывшее даем поросятам. И они растут не по дням, а по часам. А вот это с предыдущего кабанчика запасы. Сальца. Как он? Соли. Потом берешь его, закручиваешь, закатываешь. И она стоит и ждет своего часа. А это смалец. Перетопленное сало из предыдущего кабанчика. Он дорос килограмм до 140. Такой, исхудавший. Обычно мы где-то до 160 догоняем. А этот 140. Ну думаю, хватит уже веселиться. Пора уже и нас угощать вкуснятирами всякими. А это кабанчик. Оставшийся один. Который ждет следующего праздника. Какого-нибудь. Типа Рождества. И хранит для отстала. А это... Стадо баранов. А теперь расскажу, почему мы выращиваем свиней и баранов. Ну, во-первых, это вкусно. Со мной, надеюсь, никто не будет спорить, что лэмп-чоп хорошо поджаренный на огоньке и хрустящий. О, вкусный. Или какая-нибудь кровяночка из свинины. Или зельц. О, такая вкуснятина. Это первое. А второе, их очень просто выращивать. Они неприхотливы в еде. И очень быстро набирают вес. И плодятся быстро. Но. Люди, исповедующие ислам, свинину не едят. Потому что в Коране сказано, что они не вправе есть мертвичину, кровь и свинину. Поэтому они придерживаются этого. В Ветхом Завете иудеи тоже не едят свинину. Потому что там сказано, что вы можете есть любых животных, порнокопытных, с раздвоенными копытами. Но жующих жвачку. Вот свиньи жвачку не жуют. Копыта у них раздвоен, но не жуют. Поэтому иудеи считают это некошерным мясом. Мы христиане, которые и мы православные, едим и свинину, и баранину. Потому что в Библии сказано, ешьте все, что движется. Ну а если подойти к объяснению этого явления с научной точки зрения. Почему они не едят свинину? Я имею ввиду иудеев, и людей, исповедующих ислам. Да потому что эти религии зародились в жарких странах. Свинина это скоропортящийся продукт. Который людям долго хранить опасно. Тем более тогда холодильников не было. И хочу высказаться в пользу нашей любимой свинины. Русских, украинцев, славян. Которых это национальный продукт. Особенно национальный продукт это сало. Сало просто великолепная вещь. Не просто так. Она очень еще к тому же полезная эта вещь. Не просто так. После войны в армии офицерский паек обязательно входило 50 граммов сала в день. Потому что говорили, что он еще и выводит радиацию из организма. Ну и конечно же это очень вкусный продукт. И опять таки неприхотливый. Его и солить просто. Не нужно дозировать соль. Можно засыпать полностью все в соли. Сало вбирает в соли столько, сколько надо. Оно больше соли не возьмет. Потом достаешь. Соль счистил. И оно в точку посолено. Всегда. Бересольного сала не бывает. И расскажу вам одну историю о том, когда люди понимают, насколько оно вкусно. Они больше ничего есть даже не хотят. В детстве у нас во дворе жила семья. И там мальчик, мой ровесник, он не ел сало. Вот у него было две сестры, они ели. А он нет. Вот наотрез отказывался. Ему противно было. У него рвота это вызывало. А мы летом, каждые выходные, ходили в лес с детьми. Ну, грибов пособирать, ягод. Просто пошляться там. Интересно на птичек посмотреть. И мы пошли. А мы всегда с братом брали с собой кусок, целый кусок хлеба. И лука, и чеснока. Это надежно. Всегда наешься. Вот так вкусно. И поэтому мы брали. И мы в этом лесу немного заблудились. Заблудились. Хотя лес небольшой, мы дорогу потом нашли спокойно. Но мы заблудились. И уже ходили, ходили, немножко устали. Давайте посидим, перекусим. И мы садимся в сало нарезали с хлебом. Вкусно. Оторваться невозможно. А он нет, не буду. Мы потом опять ходили, ходили. Опять утомились. Опять остановились. Давай еще раз поедим. Ну, опять сели, опять в сало нарезали. А он, бедный мужчина, ему есть хочется, а больше есть нечего. И он потом в конце говорит, ну ладно, дайте попробовать. И мы ему кусочек сала отрезали с хлебом, с корочкой, с хрустящей. И он когда съел, он в лице переменился. Он обалдел. Он как начал есть, остановиться не мог. И когда мы пришли домой, вышли из этого леса, добрались вечером домой, приходит его мама к нам в гости. И говорит, слушайте, отрежьте нам кусок сала. Он так сало, сидит, плачет, просит сало. Мы отрезали кусок сала, и она ушла. На другой день ему купили сало, потому что до этого у них сало в доме не держали. Вот такой вот рассказ о вкусности сала. Всем рекомендую. Хорошее сало с прожилочкой мяса. Это вот такая вещь. И закуска вообще неотразимая. И под нашу русскую водочку хороша, и под украинскую рилку, и под белорусскую зубровку, и под мексиканскую текилу, и под шотландский виски. Вот закус. Всем рекомендую, хотя сам пить бросил. И призываю к здоровому образу жизни. Ну вот, умаялся. Ну, к следующему сезону надо же землю подготовить, прорыхлить ее, пробороновать. И вот нам помогает наш белорусский друг. Белорус. Ну, а сейчас надо отдохнуть. После тяжелых трудов. И как у нас уже становится большой традицией хорошей. Читаем комментарии и ответы на них. Под постом про Аврору. Подписчик Марк Красс пишет. Просто огонь рассказ. Отвечаю. Марк Красс вроде был тоже не подарок. И зажигать умел неплохо. И тушить. Плутарх рассказывал. Был он богат, горяч и ярок. И Спартака, насколько помню, смог угомонить. А вот пользователь Ок Тугб. Он в предыдущих комментах, стебясь надо мною, называл себя поэтом-цветиком. Поэтому пишет мне. Хоть бы блондиночку показали, которая снимает эти ролики. То есть это он об моем режиссере и операторе. Отвечаю. Известный на весь мир поэт с именем Цветик. И стасковался в край по женской красоте. Душе хотелось хоть взглянуть на лица эти. Особенно блондинок ей хотелось лицезреть. Буквально под предыдущим постом про хард-рок-кафе. Некто Пархоменко постебался над моими инициалами. СД. Он добавил ЛСД. Но так уже делали сотни людей. Они думали, что это так оригинально. И вот под Авроры тоже. Некто Джекет поигрался с моими инициалами. Он пишет. Волощук ЛСД. Отвечаю. Еще один неподражаемый попался. Скоро вас складывать я буду в штабеля. Вчера под рок-кафе. Ал Ант Пархоменко с инициалами игрался. Сегодня Джекет. Здесь оригинала корчит из себя. Александр Шпринц, бдительно следя за мерами безопасности, указал мне, что я забыл надеть маску. Так и пишет. Вы купили билет в кассе, не надев маску. Это на Аврору. Отвечаю. Ой, блин, вот горе-то. А я и не заметил. Как хорошо, что подсказал мне Александр Шпринц. Мне повезло, живым остался я на свете. Видать, надежно и неплохо проспиртовал я организм. Один мой любимый подписчик, революционный аноним с ником Зив ДВ, обвинил в обывательничестве не только меня, но и крейсер Аврору. Так и пишет. Аврора – корабль мещанского рока. Вроде есть что посмотреть и на что подивиться, но на поверху старый корабль, которому давно пора на слом, а на его место поставить нечего. Вот так, как в новом русском роке, революция в музыке заменилась мещанством и побрякушками. Отвечаю. Мужик, что прячется за ником Зив ДВ, себя считающий революционером, в мещанстве обвинил Волощука СД. И заодно Аврору. Вот такой он смелый. Теперь под рекламой группы нашей, любимой рекламы всех пользователей. Обожают так и пишут. Когда же вы уже новую рекламу запустите? Соскучились. И вот он и пишет тоже. А он себя позиционирует внутри аккаунта цифрами 512. Пишет. Он уже со своим роком достал весь русский инстаграм. Отвечаю. 512-й пошел на выход. Долго мужик в засаде просидел. Уже весь инстаграм Волощука обрызгал. Но он берег свой кал, накапливал, терпел. Он не отвечает. Твое творчество вместе с твоим креативным директором, если он, конечно, есть, давным-давно вышло из ебаного выхода. Отвечаю. 512-й пошел в атаку. Кишечник переполненный не ждет. Попробуй посиди столько в засаде. Не сразу выход ебаный найдешь. А вот пользователь с ником Столешник пишет. Так а что там с полифонией? Отвечаю. В полифонии все сильнее расцветает. Скучают уже люди без нее. Столешник без нее так вообще страдает. Не спит ночами. Песен новых ждет. Лера Рейнс. Здравствуйте. Меня зовут Волощук везде. Отвечаю Лере. Ну что, Валерия, скажу. Оригинальный. И имя, и фамилия у вас. У самого похожее название фамилии. Но у вас имя лучше. Без прикрав. У меня целая переписка сложилась с подписчиком Габриэль Фаин. Пишет мне. Такого позора я еще не видел. Все очень плохо. Отвечаю. Вы, Габриэль, еще позора не видали. Еще не видели вы мой последний клип. Рекомендую стать подписчиком канала. Будете не один, который здесь залит. Но он не успокаивается. Он мне советует. Над вашим контентом можно только посмеяться. Я искренне не понимаю, зачем вы этим до сих пор занимаетесь, если прогресса нет вообще ни в чем. Вам лучше быть слушателем, а не исполнителем. Да и ваше высокомерие еще больше вас опускает. Желаю удачи. Отвечаю. Насколько Габриэль, я понимаю, вы очень недогадливый чувак. Вам надо слушателем стать. Учиться лаю. А вы, смотрю, советчиком решили стать. Он не успокаивается. Я не слушаю такие помои. Есть хорошие группы, которым я отдаю свое предпочтение. А на вашу рекламу я в следующий раз буду кидать жалобы. Удачи в вашем оригинальном саунде. Пробейте еще одно дно. Порадуйте своих слушателей. Отвечаю. Нет, вижу, что учиться вам не надо. Лаю научите еще других. А стукачей у нас всегда хватало. Здесь вы меня не удивили. Много у нас красавчиков таких. А вот Марвей Киорн стебанулся над нашей всеми обожаемой рекламой. Обожаю их рекламы. Еще, еще, еще. А он фотохудожник. Я зашел в АК, он посмотрел. Поэтому отвечаю. Вы, видимо, очень продвинутый художник. Я отмечаю ваш высокий вкус. Даже очень талантливый колхозник не сразу догоняет, что к чему. А у следующего комментатора в его посте написано. Время пить кофе и идти нахуй. Время пить кофе и отправляться в адрес. Так популярный здесь у нас в стране. Там в остроумии удобно упражняться. Есть с кем. Отправил многих я по адресу уже. Еще один под рекламой. Ангри Финнер. Можно мне больше не показывать рекламу Волощука СД? Отвечаю. Я подскажу тебе. Совет нам самый-самый. Лайфхак один. Простой, но неплохой. Когда не хочешь ты смотреть рекламу, не кликай ты ее. Живи своей судьбой. А следующий пост у нас был назван. Бродский, Сайгон и рок-н-ролл. И вот один подписчик. Зовут его Дмитрий, ему 17 лет. В своем аккаунте у него лозунг. Секс, дракс и рок-н-ролл. И пишет он мне про этот пост. Очень и очень сильно. Может хотите ко мне в профиль? Дмитрий, привет. Отвечаю. Секс, дракс и рок-н-ролл. В далеком детстве. Я проходил уже. Есть вспомнить, что теперь. Сейчас другой набор мне больше интересен. Лав, хелф и рок-н-ролл. Сейчас мне больше нравится, Мон Шерн. Анонс клипа все смешно. Все тот же Актугб. Обращается к подписчикам. Ставь лайк, если ждешь совместку Волощука и Моргенштерна. Это будет топ разъем. Отвечаю. Вот это, Игорь, понимаю я идея. Теперь я этой мыслью окрылен. А к Моргенштерну подключить еще Эл-Джея. И за неделю с ними записать альбом. Вот, представляю, радости-то будет. Для вас и всех поклонников моих. Осталось лишь договориться о дебюте с продюсерами этих рэперов крутых. Но он пишет мне в ответ на мои стихи. Вот и новая песня сформировалась. Думаю, стоит им написать и ждать результата. Ну и прикрепить свое творчество к обращению. Отвечаю. Согласен, Игорь. Было бы неплохо соединить стихи, мое умение писать, с их мастерскими битами. Эпоха бы содрогнулась. Идею надо срочно воплощать. Привет, Игорю. На сегодня все, дождь начался. Всем привет, до следующей встречи. Из жизни русской профессуры. Из жизни докторов наук. Истории Иван без цензуры. Расскажет рокер Волощу.